Сейчас в России нет ни одного профильного ВУЗа, который готовит специалистов, владеющих узкой спецификой в управлении в сфере Витейла. Все учатся друг у друга, все растят персонал внутри своих компаний. Скажите, какую роль здесь может сыграть такой инструмент, как наставничество в становлении топ-менеджеров и в обучении персонала в меньшей степени, а скорее в обучении друг друга? В Рыбаков фонде выделяются проекты, направленные на предпринимательскую активацию ума. Это очень интересный подход, который позволяет молодым людям, начиная со школы или с университета, принять участие в создании различных проектов. То есть это проектные команды, либо это решение конкретных кейсов от крупных компаний, в том числе от ритейлеров, либо это какие-то кейсы от стартапов молодых. То есть студенчество учит мыслить критически, мыслить как предприниматель и учит подходу аналитическому к сбору информации. И по теории те люди, кто занимался проектной деятельностью в возрасте до 20 лет, после 30 с вероятностью 30-40% откроют свой бизнес. Но это говорит о том, что человек по-другому совершенно подходит к решению задач, в том числе и узкоспециальных. Он более критически понимает, как усваивать информацию и интересуется той информацией, которая действительно нужна и которая даст результат. Наставничество – это один из инструментов передачи бизнес-опыта, который, опять-таки, характерен не только для ритейла, но в рамках нашего клуба предпринимателей, среди резидентов, в которых есть, например, довольно крупные ритейлеры. Но, в принципе, этот опыт передается из уст в уста. Например, один из наших ключевых наставников – это Эдуард Остроброт, это вице-президент Селлы. Он является одним из самых ярких наставников и менторов, он действительно этим горит, он к этому очень-очень душевно относится, и мы очень благодарны ему за то, что он инвестирует столько времени в компании резидентов. Ведь вообще, если комплексно посмотреть на сегодняшний день, информация, она везде, ее очень много. И это вот в целом, да, про создание узконаправленных каких-то специальностей. Мы живем с вами в мире, когда структура рынка, структура экономики так быстро меняется, что любая образовательная программа к моменту окончания ее формирования уже будет устаревшей. И я вообще сторонник того, что в скором изменится вообще вся парадигма образования. То есть это будет совершенно другой подход. И в нашем представлении из существующих инструментов бизнес-роста, личностного роста, профессионального роста, компетенции ритейла, например, да, там, каких-то ассортиментных историй, да, то есть есть базовые фундаментальные понятия, которые, в принципе, можно подчеркнуть из любого источника. Но самое важное – это актуальность этой информации, насколько она сейчас применима к жизни, насколько сейчас это в тренде, насколько сейчас это эффективно. И как раз для ответа на эти вопросы мы рекомендуем обращаться к людям, которые с этими вопросами сталкивались совсем недавно. С теми людьми, кто внедрял или с теми людьми, кто уже обучался, кто прошел этот путь. Соответственно, одной из самых эффективных методик передачи бизнес-опыта является наставничество. У нас есть определенные рекомендации по тому, как это работает, как, ну, регламент встреч, регламент, как сделать наставничество эффективным. Вы работаете только с молодой аудиторией или же начинающие предприниматели, пусть даже вот из торговли, да, потому что сейчас все небольшие торговые предприятия, пускай это даже небольшая сеть региональных магазинов, они рано или поздно сталкиваются с тем, что в регион приходят сети, и им приходится конкурировать с ними. И им не то, что даже всегда не хватает, зачастую не хватает денег и ресурсов, а даже компетенций, знаний, понимания, как работать. Работать ли вы с такими людьми? Как раз мы скорее именно с такими работаем. Мы работаем с предпринимателями, кто существует на рынке больше двух лет, кто растет, у кого показатель роста выручки не менее 20% в год. Это скейлап компании, это не стартапы. Мы стремимся общаться с теми людьми, кто уже создал свой бизнес, который… И мы, во-первых, можем посмотреть по уже существующему бизнесу, как человек к этому относится, да, из каких ментальных установок он это делает, какая система морально-этических принципов, потому что наставничество, да, и наставники – это добровольное дело. И это инвестирование самого дорогого, что есть у топового предпринимателя, это его время. И именно поэтому он не хочет инвестировать свое время в компании, которые еще не набили все шиши, которые не прошли, так называемую, долину смерти, когда они еще сами там фаундер, да, основатели, не понимают, это их бизнес, не их. Вот тут вопрос как раз в том, что мы как раз для тех, кто уже делает бизнес. И если они это делают с очень правильными взглядами и готовы поддерживать очень крутые предприниматели для того, чтобы они не набили те же ошибки, которые не допустили тех ошибок, которые в свою очередь допустил там крупный предприниматель. Это очень интересный взгляд. А как Рыбаков фонд, ну не знаю, насколько будет правильно спросить, вообще к этому пришел? Какая, вот что мотивирует этих предпринимателей в этом участвовать в наставничестве? Вообще говоря о Рыбаков фонде, это очень большой фонд, это один из самых крупных фондов сейчас в России на сегодняшний день. Там выделяется три больших направления – образовательное, социальное и предпринимательское. И в рамках каждого направления есть прям дерево проектов, которые направлены на решение соответствующих задач. В рамках предпринимательства большой задачей стоит как раз популяризация предпринимательства в России. Показать молодым ребятам, студентам, что предпринимательство – это круто. У нас сейчас, по последним данным, более 50% студентов хотят стать чиновниками. Но это удручающий, на мой взгляд, факт. А предприниматель, он же на самом деле создает, это созидатель, это человек, который дает рабочие места, это человек, который платит налоги, который содержит бюджетные организации. И это человек, который очень сильно влияет на общество, но не посредством бизнеса, а не посредством продукта бизнеса, а посредством самого бизнеса. То есть любое предприятие, любой бизнес – это рабочие места, это семьи, это жизнь и это как бы динамика. И за счет такого подхода это про популяризацию. И вот те люди, кого отбирает наш проект, как раз являются такими ролевыми моделями. Мы ставим для себя задачу, как некоммерческая организация, популяризацию модели российского предпринимателя, как некого такого современного героя России. Человека, который… Ну у нас есть свои Илона Маски, у нас есть свои Маркет Сукерберги. Осталось делать это модным, осталось показать, что это действительно круто, интересно и дает пользу. Я думаю, что процесс запущен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok